Добрый день, коллеги! Пожалуйста, подайте мне сигнал, проверим мою связь, все ли в порядке. Да, вот огонечком, чтобы мы чат не... Да, все благодарю, поняла, все хорошо. Если вдруг какие-то проблемы, тоже мне дайте знать. Тема у нас, как всегда, горячая, что называется. Я надеюсь, что мы сегодня постараемся с этим разобраться, и у вас появится вдохновение двигаться дальше. И для того, чтобы наша встреча сегодня была максимально полезной для вас, я прошу все-таки взять вас листочки, ручки или блокнот, или, может быть, смартфон, где можно сделать заметки, для того, чтобы мы прямо сегодня в процессе нашей с вами встречи уже что-то, какие-то моменты для вас определили, точнее говоря, вы для себя, потому что понятно, что универсальных советов, ну, наверное, кроме того, которые назвала Татьяна, других универсальных советов не существует, и даже он не для всех хорош. Поэтому сегодня наша задача именно разобраться с теми возможностями, которые бы подходили вам. Ну и давайте посмотрим, о чем сегодня мне бы хотелось с вами поговорить. Во-первых, поговорим о страхах, потому что многие не двигаются к цели именно потому, что у них есть страх. Страхи бывают совершенно разные, и наша задача сегодня понять, у вас лично есть страх или у вас какие-то другие причины, о других причинах мы тоже поговорим. Второе, вообще, что в этой ситуации делать? Вот мы некую диагностику сегодня проведем, вы на себя посмотрите со стороны и определитесь, что именно вас останавливает. Ну и, конечно, тогда надо понять, как же себе помочь. Об этом мы тоже с вами поговорим. Некоторые моменты дам вам в качестве таких инструментов. Следующее, естественно, то, с чего я начала, мы все с вами разные. И какого-то универсального таблетки, ключа, чего угодно, которое помогает всем, просто не существует. И на этом пути, достаточно сложном, у многих возникает вот эта остановка, потому что человек себя постоянно ломает. То есть он идет не так, как он бы хотел, а так, как ему кто-то когда-то сказал, научный руководитель, коллеги или еще что-то. И поэтому у него не получается, потому что это не его путь, он так не умеет делать, как они ему говорили. Поэтому очень важным моментом является все-таки быть в ладу с собой. Я все время за то, что когда вы пишете диссертацию, путь достаточно долгий, и поэтому надо с собой на этом пути подружиться, себя беречь во всех смыслах. И поэтому поговорим о том, как учитывать свои особенности для того, чтобы опять же себе помочь и сделать этот путь реальным для себя. Ну и куда же без системы, куда же без стратегии. Конечно, когда мы с вами находимся в ситуации остановки, нам нужно принять какие-то тактические решения. Да, вот как мне конкретно сейчас взять и начать что-то делать. Но это все прекрасно, и если вы после сегодняшнего дня для себя определите, как это сделать, то на этом путь не заканчивается. Это только будет первый шаг к тому, чтобы на этот путь вновь встать. Поэтому важно понять, а что же мне делать дальше, какую же мне стратегию выстроить для того, чтобы с этого пути все-таки не свернуть и дойти до защиты, чтобы она была яркой и успешной. Давайте начнем со страха. И когда мы говорим, в какой-то степени, может быть, сегодня встреча будет такая немножко мотивационная, но вот без этого просто никуда, потому что начинается все, наверное, вот примерно с таких данных. Когда мы с вами начинаем путь свой, то мы же не на обитаемом острове находимся, вокруг нас находятся люди, которые либо проходили этот путь и прошли его успешно, либо они пытались его пройти, и у них не получилось. И вот эти люди вокруг вас начинают рассказывать истории, какие-то свои истории. Они к вам, конечно, никакого отношения эти истории не имеют. Но когда тебе одну, две, три, десять, пятнадцать рассказали, вот как-то ты начинаешь тревожиться. Более того, тревожат, конечно, нас вот эти данные. Я специально к сегодняшней встрече посмотрела самые последние данные, которые нам предоставила высшая школа экономики в своем сборнике «Индикаторы науки». Они, к сожалению, восемнадцатого года, но здесь ситуация совершенно не изменилась. Почему даю эти? Для того, чтобы мы с вами увидели динамику. Да, внимательно я обращаю ваше внимание на последние две колоночки. На этом конкретно слайде речь идет о тех, кто выпускается из аспирантуры. Безусловно, у нас есть люди, которые пишут не в рамках официального обучения в аспирантуре, но тем не менее мы с вами, глядя на эти цифры, можем пронаблюдать и оценить ту ситуацию, которая имеет место, и она, в принципе, сейчас в лучшую сторону не изменяется. Более того, если мы посмотрим динамику, то динамика, начиная с какого у нас года, поправьте меня, если я запутаюсь, это у нас, давайте возьму указочку, с 2009 года у нас динамика очевидная, у нас уменьшается и то, и другое, и выпуск уменьшается, и защита уменьшается. Если мы говорим об абсолютных показателях, если мы говорим об относительных показателей, то вот эта стандартная, уже такая известная вам цифра, которая неоднократно озвучивалась и представителями ВАГ, и представителями министерства, и диссертационных советов, что у нас защищается в среднем 10-12% кандидатских диссертаций. Вот вам доказательства на слайде, что это так и есть. И когда мы видим такую информацию, у нас закрадывается вопрос в голове, да, вот эти люди, вот эти 10%, которые защитились, а вот остальные 90% не защитились, а что с ними не так? А вдруг я тоже в этой категории? Причем это вопрос, который возникает не только у тех, кто пишет кандидатскую, но, возможно, еще в большей степени возникает у тех, кто пишет докторскую диссертацию. И я, если у нас присутствуют докторанты, даю табличку для того, чтобы мы понимали, что здесь ситуация тоже не очень такая уж вдохновляющая, хотя, если мы посмотрим с вами, опять же, на абсолютные значения, мы видим, что у нас снижается, как бы ухудшается ситуация, но если мы сравним процент защищенных диссертаций у выпускников аспирантуры, у выпускников докторантуры, мы видим, что здесь 20 с лишним процентов. Почему? Ну, вероятно, наверное, потому что люди уже проходили однажды путь к кандидатской диссертации, они просто более понимают, скажем, да, что им предстоит. Но, опять же, а вот эти 80 или там 75 процентов, которые не защищаются на выходе из докторантуры, что с ними? Конечно, я хочу сказать, что когда нам показывают эти цифры и нагнетается вот эта ситуация какой-то тревожности, эти цифры не совсем реальны. Почему? Потому что никто не запрещает защитить диссертацию после того, как вы закончили аспирантуру или докторантуру. Поэтому, конечно, если быть совсем объективными, процент защищенных диссертаций выше, чем то, что указано на этих слайдах в среднем. Поэтому хотелось бы, да, вот так писать диссертацию или вот так идти по этому пути, чтобы все-таки была уверенность, что вот я вот в те самые проценты успешных защитившихся попаду, неважно, сразу после завершения или через какой-то промежуток, но я все-таки окажусь вот в этих процентах. И наша с вами задача сегодня понять, что не дает именно вам двигаться вот в этом направлении, и поэтому давайте несколько таких вообще важных страхов, которые возникают, посмотрим. Но на самом деле я просто их пронумеровала, это не значит, что он самый страшный или самый частый, да, это вот просто практика общения, уже многолетнего общения с аспирантами и с докторантами и в рамках курсов, и в рамках индивидуальной работы, да, позволяет просто выделить вот эти страхи, которые, с которыми люди приходят, и из-за которых часто люди останавливаются. Один из серьезных страхов – это страх оценки и критики. Почему он возникает? Ну, потому что на каждом этапе пути, когда мы пишем диссертацию, да, конечно, когда-то, в какой-то момент времени, когда она будет написана, ее будут читать эксперты, давать какие-то свои критические замечания и так далее. Но на самом деле критика и оценивание будут сопровождать вас постоянно. Пишите ли вы статью, отправили ее, у вас, например, ее не приняли, у вас раз, и возникает какое-то такое, что-то уже упало, такое сомнение какое-то зародилось внутри, а вдруг вот это не то, а вдруг у меня слабая идея, а вдруг я не умею и так далее, да. На самом деле, если вы для себя выбрали этот путь, а путь этот стоит того, чтобы быть пройденным, первое, что нужно для себя понять, что вот вообще в принципе в жизни мы живем в такой ситуации, когда нас всегда кто-то оценивает, и всегда мы кому-то нравимся, а кому-то нет. То есть это естественная ситуация, просто когда мы пишем диссертацию, мы к этой ситуации более остро относимся. потому что она, безусловно, влияет на результат. И поэтому, если вы знаете про себя, есть ли у вас такой страх, постарайтесь с ним поработать следующим образом. Вот смотрите, когда мы с вами, я вот на ассоциациях хочу сегодня, да, немножечко, вот представьте, мы с вами понимаем, что будет зима, мы с вами понимаем, что наступит холод, там пойдет дождь или еще что-то, это явление естественное, мы к этому начинаем относиться естественно. Как перестать вот испытывать этот страх? Вы сами показываете свою работу тем людям, которым вы доверяете, и просите, чтобы они вам дали комментарии, как будто бы вы сами просите какой-то критики, но вы просите не, или оценки, да, но вы просите не у людей, которые вас не знают, не ведают и так далее, а у людей, которые все-таки к вам благосклонны. И постепенно вы почувствуете, что да, все в порядке, мне сказали, я это исправил, и у меня работа стала сильнее, значит, в какой-то степени чужая оценка, чужой комментарий, критика, это может быть превращено в сильную сторону моего пути. Я могу этим воспользоваться для того, чтобы работу свою улучшить, или какой-то взгляд свой, может быть, расширить, может быть, вы смотрите только на какой-то узкий аспект. Поэтому старайтесь, во-первых, адаптироваться к этой ситуации, во-вторых, научитесь смотреть на критику под другим углом, когда вы в ней видите преимущество для себя. Вы как будто бы специально ищите, а вот вы еще посмотрите, а вот вы мне еще скажите, да. То есть набираем вот эту массу каких-то замечаний для того, чтобы либо усилить, либо потом потренироваться, как на них отвечать до защиты. Второй очень серьезный страх, я постоянно с ним сталкиваюсь, когда общаюсь, особенно с аспирантами, когда очень страшно, что постоянно происходят какие-то изменения требований. То вот это надо, то по-другому, вот то таким образом публикации, то ваковские нужны были публикации, сейчас уже в международных вроде как журналах. Они нужны мне или не нужны, а вдруг вообще что-то такое изменится, что я вот не смогу, не успею на своем пути вот эти изменения узнать, вдруг я их узнаю позже, и, следовательно, моя работа будет вот не такая, как требуется. Это страх, который достаточно легко можно победить. Первый способ, как его победить в текущей ситуации, если он у вас есть, и если вы вдруг не были на нашем предыдущем вебинаре, на нашей встрече, обязательно посмотрите запись. Мы говорили, сейчас действительно происходит масштабнейшее изменение требований, условий и так далее всего-всего в сфере подготовки научных работ, в частности, диссертации. Поэтому осведомиться об этом очень полезно, и когда вы это знаете, вот этот страх, он проходит, то есть вы понимаете, чего ожидать. Более того, мы на вебинаре проговорили, вплоть до того, что ждать в ближайшее время, потому что основная часть решений уже принята, и они просто будут вступать в силу с определенной периодичностью. Даты названы, ориентиры по времени названы. Для тех, кто хочет сэкономить время, не вникая в детали и просто понять, когда может там сильно все поменяться, номенклатура уже у нас новая, в декабре появятся паспорта специальности, если ВАКС работает так, как заявил, и до 2022 года, до октября, 18 месяцев, пока у нас действует возможность, когда советы у нас работают без каких-то изменений. Они в смысле продолжают свою работу, то есть некий переходный период, хотя, конечно, уже у вас принимать работы будут с учетом новой номенклатуры, и писать их уже нужно с учетом новой номенклатуры. Но я не буду пересказывать предыдущий вебинар. Благодарю Татьяну, она в чат выложила ссылку на запись. Не пожалеете время, посмотрите, он был всего час, это будет очень полезно. Кроме того, если вы сомневаетесь, что... А вот, да, хорошо, сейчас мы, кстати, проводим этот вебинар с определенной периодичностью, то есть если вы приходите на встречи, вы все время в курсе. Промежуточные какие-то моменты, можете заглядывать ко мне в группу. Диссертация в стиле рок-н-ролл, да, не сделала я сегодня ссылку, не суть найдете, если нужно. Там я тоже обо всех изменениях информирую. Либо сами отслеживайте сайт, факт, проблем тоже в этом нет. Но, что я здесь хочу сказать. Для того, чтобы этот страх не накручивать в себе, вы лучше задавайте вопросы, лучше уточняйте, чем просто я ничего не знаю, двигаюсь в потемках. Это худший вариант. Следующий страх, особенно он касается людей, которые... Для мужчин это очень свойственно, для людей, которые очень целеустремленные, и которые любят все контролировать, вот, чтобы все было понятно, планы спланированы, никаких отклонений быть не должно и так далее. К сожалению, вот эта ситуация, в которой вы пишете диссертацию, она неконтролируемая. Вот неконтролируемая. Это то же самое, как другая у меня ассоциация возникает. Вот представьте, что вы едете за рулем автомобиля. Вы же не можете контролировать всю ситуацию, которая происходит вокруг вас. Это нереально. То есть даже помыслить об этом, ну, это бесполезно. Но тем не менее, все, кто имеют права, имеют автомобиль, садятся за руль и едут по своим делам. Мы же не отказываемся от этой идеи, хотя мы понимаем, что, да, это в какой-то степени опасно, потому что я не контролирую других водителей. Но я выбираю время движения, я выбираю там маршрут более безопасный, сама соблюдаю. Вот то же самое все абсолютно здесь. То есть все моменты, которые можете контролировать вы, вы бросьте на них максимальное внимание. В частности, сегодня будем говорить о том, чтобы выстроить стратегию, о том, чтобы действовать тактическими шагами в какой-то момент времени. Вот это вы можете сделать. Поэтому для того, чтобы не, опять же, не беспокоиться о том, что недостаточно это ваше влияние на эту ситуацию, контролируем те процессы, которые мы можем контролировать, по поводу остального учимся адаптироваться. Принимаем эти изменения, как они есть. Изменения, связанные там с какими-то не только требованиями, но и, может быть, взаимодействием с вашим научным руководителем, может быть, с какими-то изменениями, хотели в этот совет поехать, поехали в другой. Здесь по-разному бывает. То есть вы, опять же, должны себя в этом смысле настроить на то, что вы ответственны за этот путь в той части, на которую вы можете оказать свое влияние. Следующий страх, очень серьезный страх, особенно он сейчас активизировался. Вот мне многие пишут, и в Директ пишут, и даже я с прошлого семинара, с прошлого нашего вебинара получила несколько писем на электронную почту. именно вот с этим страхом. То есть у людей актуализировался вот этот страх. Почему? Потому что сейчас сразу номенклатура изменилась. То есть мало того, что нам неприятно быть отвергнутым, а вдруг я подам свою диссертационную работу в диссертационный совет, а мне откажут. Такое бывает? Бывает. Часто, но бывает. Я не могу сказать, у меня нет статистики за всех, да, я могу только говорить о тех диссертационных советах, с которыми я контактирую. Поэтому такой случай не исключительный. И вот этот возникает страх того, что это же означает, что мне скажут, что моя работа вообще никуда не годится. Это не всегда так, друзья. В некоторых диссертационных советах есть своя специфика. И если ваша работа в какой-то диссертационный совет не проходит, это совершенно не значит, что она плохая. Она не соответствует тому представлению, которое есть у этого конкретного диссертационного совета. Я знаю массу случаев, когда люди, не проходя в один совет, с научным руководителем принимают решение, в какой диссертационный совет подают, в другой диссертационный совет подают работу, и она проходит совершенно спокойно, защита проходит, степень получается, и нет никаких проблем. Поэтому, если у вас есть тревожность какая-то, а вдруг этот совет закроют у некоторых, да, сейчас вот эта тревожность, вот в этом смысле. Когда вы подбираете себе диссертационный совет, точно так же, как мы с вами говорили о том, как подбирать себе журналы для публикации, мы не подбираем с вами один какой-то журнал, мы на всякий случай подбираем, некую выборку делаем. Вот точно так же и здесь. Подберите себе два-три диссертационных совета, и у вас этот страх постепенно успокоится, снизится, он не будет вас так тревожить. Но и с точки зрения вот перехода на новую номенклатуру, тоже в этом смысле успокойтесь, потому что всем понятно, что всем требуется переходный период, он будет, конечно, будет какое-то повышенное внимание к работам от диссертационных советов, потому что никто не хочет сейчас иметь какие-то неприятности, хотя не только сейчас вообще, потому что уровень ответственности диссертационных советов, официальных оппонентов, вообще всех участвующих в этом процессе достаточно высок. Поэтому, конечно, здесь нужно просто писать качественную работу, иметь на всякий случай подстраховочные варианты по диссертационным советам, и все будет в порядке. Ну, и еще один страх, о котором тоже нельзя не сказать, это страх публичных выступлений. И он часто возникает у людей, которые пишущие, которые умеют писать классные статьи, которые занимаются научными исследованиями, но они не склонны выступать. И поэтому, когда заходит речь за то, что диссертацию нужно защитить, то есть нужно мало того, что осветить вот эту новизну, которую вы выносите на защиту, ярко, убедительно доказать, что это вообще новизна, она стоит того, чтобы вам приследили ученую степень, так еще и самое, что пугающее, это ответить на вопросы, о которых вы не знаете. Но ни для кого не секрет, что те замечания, которые у вас будут в автореферате, в отзывах на автореферат или в отзывах на вашу диссертационную работу, то есть в отзывах официальных оппонентов, вы эти замечания увидите заранее. Вы подготовите ответы на эти замечания заранее. Но процедура защиты содержит такой этап, когда вам будут задаваться вопросы, о которых вы ничего не знаете. И вот этот этап пугающий. Как вот с этим страхом побороться? Тоже есть работающие инструменты. Первый, самый простой инструмент – начинайте выступать. Если вы понимаете, что вы боитесь выступать, начинайте выступать не по своей теме. Сначала просто не по своей теме. Где-то, вот, например, вы на совещаниях никогда не брали никакое слово, сидели, отмалчивались, начните что-то говорить. Приходите на конференцию, пока вы не выступаете, начните с кем-то общаться, просто обсуждать, хотя бы чужое выступление. И постепенно вот эта вот включенность ваша в обсуждение научных исследований, ваших или чужих, оно потихонечку вам позволит потом выступить, попросите, например, на кафедре возможность выступить со своей темой. Опять же, это понятно, что если вы пишете докторскую диссертацию или давным-давно работаете преподавателем, у вас такой проблемы нет. Но если вы аспирант, который только начинаете свой путь, вчерашний студент, выпускник, конечно, есть этот страх. И поэтому во всем вот здесь нужна постепенность, но тем не менее важно оттренировать вот эти выступления, и поэтому воспринимаем конференции или какие-то возможности где-то выступить у себя в учебном заведении или в научной организации, именно как возможность потренироваться, как некий тренинг. И тогда этот страх тоже будет у вас потихонечку проходить. Давайте сейчас очень быстренько, да, потому что у нас еще есть другие причины, и нам с ними тоже нужно разобраться. Дайте мне обратную связь в чате, поставьте, пожалуйста, какие страхи вот из того, что я сейчас сказала, именно вам мешают двигаться вперед. Для вас какие актуальны. И второе, сразу же делаем себе записи. Вот прям прописываем себе где-то в блокнотике, на листочке, где угодно. Если вы себя узнали в каком-то из этих страхов, что для вас наиболее актуально. Просто циферку можно ставить. Один, два, три. Специально вам свела их в один слайд. Друзья, включаемся смелее. Никто никого, у нас здесь дружеская обстановка, да, никто никого не будет тут журить. В основном это для некой такой самоидентификации, да. Один, два, два, публичные выступления. Пять, два, один, страх изменений. Два, три, один, четыре. Вот смотрите, как раз эта ситуация, эта ситуация показывает, вот то, что вы сейчас в чате пишете, показывает, насколько мы с вами разные. То есть у кого-то это один страх, у кого-то два, у кого-то больше. Более того, я вам хочу сказать, что когда вы, вот если вы записали себе, когда закончатся вебинары, у вас будет какая-то пауза, вы просмотрите еще раз этот список честно, потому что иногда мы в себе не признаемся в чем-то. И нам кажется, да все прекрасно, я вроде бы у меня все нормально, ничего я не боюсь. На самом деле эти страхи есть. И поэтому вот здесь в этом смысле, когда мы для себя, у меня есть страх написать диссертацию, которая никому не будет нужна. Вот, вот мы до этого вообще дойдем сейчас буквально, через какое-то время. Диана, вам большое спасибо, что вы вот это добавили, потому что это тоже такая вот прям важная-важная. Давайте посмотрим, во-первых, да, вот мы сейчас с вами про страхи проговорили, и казалось бы, ну все, я сейчас этот страх увижу, вот мне сейчас дали какие-то советы, я и сам немножечко к этому приложу свои усилия, страх у меня пройдет, и все, это будет раз и навсегда. Нет, раз и навсегда это не будет. Мы с вами движемся, у нас путь достаточно длинный, особенно у докторанта, и он представляет собой такую, знаете, то туда, то сюда, то вверх, то вниз, какие-то качели. И поэтому вот эти ситуации успеха, когда был-был какой-то, вот было-было какое-то препятствие, вы преодолели, и потом движетесь уверенно, потом опять какой-то, какой-то ступор возникает. Вообще, если вы аспирант, только начинаете писать диссертацию, то вы сейчас можете для себя почувствовать, что мне вообще не страшно, у меня все хорошо, у меня все получается, все замечательно. Это начальный этап. Когда мы только начинаем работу свою, у нас чаще получается лучше и быстрее. Почему? Вроде казалось бы, у меня нет опыта, у меня получается. Потому что вам дают простые задачи. Подбери литературу, подготовь маленькую статью какую-то на конференцию, найди там. То есть это простые задачи. Чем дальше мы движемся, тем более серьезные задачи у нас появляются. Уже подготовь необычную статью на конференцию, а ваковскую, не ваковскую, а скопус. Начинай работать с текстом диссертации, а теперь надо исследования проводить и так далее. Кроме того, на вашем пути начинает накапливаться усталость. То есть наша задача, чтобы не попадать в ситуацию остановки или в ситуацию сомнений, надо ли мне вообще по этому пути дальше двигаться, очень важно давать себе паузы. Это мы сейчас будем говорить о планировании. Вот обязательно паузы нужно планировать, иначе вы просто сломаетесь, не потому что вам страшно, а потому что у вас просто физических сил не хватит. Кроме того, смотрите, очень важный момент, когда мы вначале воодушевлены, и нам кажется, что у нас на все хватит времени, нас все поддерживают и так далее. Проходит какой-то промежуток времени достаточно долгий, всем окружающим становится понятно, вашей семье, близким, друзьям становится понятно, что это ни на день, ни на месяц, ни на два, вы как-то выпадаете из жизни и так далее. Поэтому здесь тоже возникает вопрос, а вот я ребенка своего не вижу, а вот я там с друзьями не встречаюсь и так далее. Поэтому, опять же, когда мы сейчас с вами будем говорить о выстраивании стратегии, обязательно это тоже учитываем. То есть я не устану повторять мысль, которая здорово была бы, если бы она в вашей голове прям поселилась, что у вас никогда не будет времени, только чистого времени на то, чтобы писать диссертацию. Поэтому нужно как-то умудряться и со страхами побороться, и спланировать так, чтобы у вас и сил хватило, и чтобы вот другие ваши цели и задачи, работа, семья и собственная, вообще говоря, жизнь не отошли вообще на второй план. Это нужно, конечно, тренировать этот навык. Но самое главное – понять, что это вот так. Потому что многие откладывают писать диссертацию или берут паузу. У меня масса примеров. Я вам просто бы забросала вас примерами, но просто не имею права называть людей, когда приходят люди вообще с готовой диссертацией. Вот у меня была ситуация, когда ко мне пришел на индивидуальное сопровождение человек фактически с готовой диссертацией. Надо было написать автореферат, надо было дописать еще одну публикацию, и все. Да, какое-то время человек боролся, потом сломался просто. Почему? Потому что не было спланировано вот этого вот внедрения диссертации в вашу жизнь. Было ощущение, что сейчас я нажму на паузу, вот эти вопросы закончатся, а потом у меня будет время, и я найду его, как мне поступить, и как мне закончить этот путь. Не будет такого времени. Просто для себя это как некий факт, как данность. Возьмите и двигайтесь по своему пути. Кроме этого, бывают такие причины, которые вообще не связаны со страхом. Это такие объективные или необъективные, неважно, причины, которые выбивают нас из равновесия. То есть это причины, которых мы не ожидали, что они случатся. И вот в данном случае сейчас достаточно частое явление, и кроме того, вот у тех, у кого сменится паспорт специальности, и вам нужно будет вашу тему уже существующую под новый паспорт, например, приводить в соответствие. Могут какие-то акценты в теме смениться, может быть, название темы сменится, может быть, еще что-то. И это тоже ситуация, к которой человек не готов, и он думает, да зачем мне это, я не хочу, я бросаю и так далее. Здесь надо просто взять себя, что называется, держаться в руки и понять, способны ли вы вот это вот преодолеть, вот этот шаг. Я знаю людей, которые меняли по 2-3 темы, 2-3 раза меняли темы, вообще полностью диссертационной работы. И сейчас они находятся в состоянии уже готовности к защите. То есть это люди, которые вот уже в диссертационный совет отправляют свои диссертационные работы. Поэтому это преодолимо. Да, это трудно, да, требует больше энергии, да, больше времени. Но нормально, можно это сделать. Еще одна причина, которая некоторых очень сильно тревожит, это либо отсутствие научного руководителя, либо ситуация, когда научный руководитель, вы, например, долго откладывали писать диссертацию, и научный руководитель устал. Он говорит, все, я уже больше не буду сопровождать вас. Такие ситуации тоже бывают. Особенно, например, если человек закончил аспирантуру или докторантуру, работу не написал, то научный руководитель, он автоматически как бы уже с вами дальше не идет. Это уже нужно с ним дополнительно договариваться и выстраивать какие-то взаимоотношения для того, чтобы он остался вашим научным руководителем. Это тоже вопрос решаемый. Если нет научного руководителя, мы в следующую нашу встречу будем говорить об этом, где, как найти научного руководителя. Если с научным руководителем вы не сошлись по каким-то причинам, и, соответственно, ваше сотрудничество нарушено, то то же самое, не надо опускать руки, сегодня об этом говорить не будем, в следующий раз обязательно об этом поговорим, как, где искать и так далее. То есть эти причины тоже преодолимы. Ещё одной очень важной причиной бывает ситуация, когда вы, это для аспирантов, конечно же, актуально в большей мере, когда вы начинаете тот этап пути, который вы никогда в жизни не делали, а для аспиранта любой этап пути, новый, будет новым абсолютно, потому что он идёт по этому пути первый раз. И в этот момент как бы сложность возникает не потому, что это новый этап, а потому что у вас перестаёт получаться. То есть у вас получалось, получалось, было всё нормально. А тут на этот этап вы пришли, вы мало того, что не знаете, как вам делать, потому что научный руководитель очень часто общается с аспирантами в категориях «что делать?». То есть он вам говорит «иди там подготовь литературу, изучи её». То есть он вам говорит «что?». А как делать? А как это мне сделать эффективно? А как мне обработать эту литературу? Естественно, скорее всего, вы постесняетесь спросить у своего научного руководителя, и если у вас нет специального курса, который обучает работе аспирантов, например, с литературой или там с текстом или ещё что-то, то, конечно, у вас в какой-то момент времени получаться не будет. И вот это бывает причиной, когда человек думает, что «ну всё, вот всё, что я могла и сделала», на этом этапе тоже не надо останавливаться. Всегда можно найти, беспокоитесь, не можете, стесняетесь спросить у научного руководителя, спросите у тех людей, которые прошли этот путь. Не знаете, как это делать, проходите обучающие программы. Вот вы приходите на вебинары, мы с вами рассматриваем, как найти литературу, как написать статью, как там работать с текстом и так далее. То есть часть вопросов очень важных мы с вами спокойно рассматриваем на вебинаре, вы вооружённые идёте и это делаете. Поэтому здесь самое главное понимать, что вы не один, рядом с вами или даже если не рядом, то где-то есть люди, которые способны вам помочь. Просто таких людей нужно найти. следующее это как раз вот то, о чём написала Диана, только немножко другая интерпретация, это два синдрома, которые мучают большое количество аспирантов, декторантов. С одной стороны это синдром самозванца, когда человек начинает говорить, вот я вижу, вы начали подавать сигнал, значит, для кого-то это актуально, когда вам кажется, что как мне вообще пришло в голову писать диссертацию, это только для каких-то суперодарённых людей, мне это совершенно недоступно, как это я вообще тут так смог посигнуть на это и так далее. И другая ситуация, когда у человека синдром отличника, и когда он говорит, нет уж, если я взялся за работу, то я буду делать работу идеальную. И он начинает думать, а вдруг у меня работа будет неидеально, а вдруг она будет никому не нужна, а вдруг она будет какая-то бесполезная, теоретическая или ещё что-то. Это, конечно, очень серьёзные такие препятствия, которые, они до конца неизживаемы, потому что это вот уже наша внутренняя природа, это наша внутренняя особенность, поэтому здесь, если у вас есть такая причина остановки, вот просто ловите себя за руку, что называется. Первое, что я вам хочу сказать, однозначно каждый человек, который решил писать диссертацию, будь то кандидатскую или докторскую, достоин того, чтобы её написать. Даже не сомневайтесь в том, что у вас получится. То есть здесь никакого сомнения быть вообще не должно. Как только засомневаетесь, вспоминайте меня и говорите себе, Грина Талима детства сказала, что я смогу, всё, иду вперёд дальше, не останавливайся. По поводу синдрома отличника и желания написать хорошую работу, в этом нет ничего плохого, это прекрасное желание написать хорошую работу, делайте, но всегда себя немножко спрашивайте, ну ведь вы, наверное, пишете, когда кандидатскую, не надо замахиваться на докторскую, если вы пишете докторскую диссертацию, ну вы, наверное, пока не замахиваетесь на Нобелевскую премию, правда, вот какое-то там такое прям открытие, которое вот прям потрясёт весь мир, стремиться к этому, наверное, надо, но если это вас останавливает, то, что называется, хватайте себя за руку и говорите, всё в порядке, я знаю требования, я выполняю эти требования, плюс, ещё делаю это хорошо, у меня вот такая-то новизна, всё, идём дальше, то есть старайтесь не застревать в этих состояниях, потому что они действительно деструктивны, они не только вам не дают идти вперёд, они вашу самооценку подрывают, поэтому здесь однозначно с этими состояниями нужно бороться. Второй этап диагностики себе на листочках и здесь в чате, кто желает, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, кто себя узнал вот в этих причинах, у кого есть причины вот из этого блока, то есть пожалуйста, можете или значит сигнал подать огоньком, как Татьяна говорит, дайте огня или написать в чате, вот смотрите, да, синдром отличника, вот синдромов видите, как много, троечек много, два, да, то есть неизвестность, вот здесь вот в этом смысле единички-то у нас были, я, видимо, просмотрела, да, одна, две, то есть вот смотрите, вы для себя фиксируете сейчас, почему, потому что мы дальше с вами сейчас будем рассматривать, как с этим всем, ну, может быть, не совсем, какие-то вещи я вам сейчас по ходу проговариваю и будем продвигаться к тому, что же с этим делать. Замечательно, как же себя поддержать на этом пути, как создать вот этот настрой, который... Диана, я тоже вас благодарю за то, что вы даете обратную связь, для меня это важно, что у вас возникает какое-то вдохновение, да, потому что, ну, сегодня такая тема, что я была бы счастлива, если бы часть аудитории из этого, с этого вебинара вышла с ощущением, что со мной все в порядке, мои страхи или мои причины спокойно преодолели, и пошла писать диссертацию. Вот я бы просто считала победой, если бы это случило. Так вот, как мы себе будем помогать? Давайте разбираться с этим. Значит, во-первых, вот сейчас, прямо сейчас, вы же тратите время, я хочу, чтобы вы его потратили эффективно, поэтому призываю вас прямо сейчас анализировать свою текущую ситуацию и записывать, потому что все, что не записано, вы забудете. Сейчас мы с вами определили ваши страхи, вы себе зафиксировали причины, которые у вас есть, и покопайтесь еще за пределами нашего вебинара, понятно, что сейчас для этого, может быть, не самое время, да, потому что здесь надо хотя бы минут 10-15 побыть наедине с собой, никого не слушая, вы сейчас слушаете меня, и понять, а что именно мне вот еще мешает. Здесь масса может быть ответов, может быть, вы очень устали, может быть, у вас страшный перегруз на работе, может быть, вас не поддерживают ваши близкие или ваши коллеги сомневаются в вас, может быть, вы наоборот прячетесь ото всех, никто не знает о том, что вы пишете работу, и вам приходится скрываться, может быть, у вас настолько как бы разносторонние виды деятельности, что вы теряете нить, вы постоянно вы ведете, например, одни курсы, диссертацию пишете вообще по другой теме, и вы постоянно разрываетесь тематически, то есть тут еще масса может быть причин, которые именно ваши, я сейчас вам еще с десяток набросала, вот тоже, если вы сейчас слышите свою причину, записывайте, вот прям записывайте, понимаете, после сегодняшнего вебинара, чтобы у вас осталась как фотография своей ситуации, иначе это все выпадет опять из вашего внимания, потому что каждую причину можно проработать и двигаться дальше. второе, что нам нужно сделать, наша задача сегодня, да, прям сегодня ставим себе такую домашнюю задачу после вебинара или во время вебинара, нужно поставить тактическую цель, вот сегодня я не хочу писать диссертацию, я вижу, что у меня куча проблем, я себе сегодня ставлю тактическую цель, что это значит, причем вот все традиционно по системе смарт, но мы с вами сейчас проговорим, если вы все-таки пишете диссертацию, да, но вот у вас как-то вот ни шатка, ни валка, значит, вы себе ставите конкретную цель, например, что значит конкретная цель, значит, вы себе прямо четко обозначаете вид деятельности, которым вы занимаетесь, например, мне давно уже нужно написать статью, я вот ее пишу, пишу три месяца, никак не допишу, все, сегодня я себе ставлю, вы прямо сейчас вместе со мной это делайте, пишу цифру один, ставлю себе цель подготовить статью ваковскую, например, да, в журнал, который лицензируется вак. Второе, измеримость, мы не меряем ничего статьями, мы меряем страницами, сколько страниц это статья, прямо себе запишите, примерно, например, там 15 или 1000 знаков, что вам удобнее, записываем, потому что написать статью 5 страниц и 25 страниц это, мягко говоря, разные вещи, и если вы, когда ставите цель, эти моменты не учитываете, поэтому у вас планы будут постоянно срываться, неважно, стратегически или тактически. Третий момент, достижимость, вот я сейчас привожу в качестве примера публикацию в журнале из перечня вак, если вы знаете, что вы начинающий исследователь, и вы вообще еще не написали ни единой статьи, вы, значит, другую себе цель ставите, вы, например, предположим, тоже публикация, значит, вы ставите себе цель подготовить первую в моей жизни статью в материалы конференции, то есть, мы берем то, что вы можете достигнуть, если вы пока боитесь начать писать диссертацию, кстати говоря, есть прекрасный способ немножко хитрить собой, не называйте, не говорите себе, что вы пишете диссертацию, когда у меня были такие сложности, когда я писала диссертацию, не всегда было вдохновение, не всегда был настрой, я себе говорила, Наташа, сегодня диссертацию писать не будем, пойдем попишем текст, и вот, понимаете, это может быть звучать глупо, смешно, как угодно, но если вам это помогает, значит, найдите себя, найдите те вот точки, которые для вас работают, да нажмите на эту точку, на кнопку, и пусть у вас результат будет возникать. Следующая, актуальность, вот я сейчас приведу в качестве примера публикацию, а может быть у вас уже все публикации опубликованы, и вам, допустим, нужно сейчас готовить документы, естественно, вы про свою актуальную цель, допустим, у вас уже есть публикации на конференциях, но нет ваковских, конечно, планируйте тогда ваковскую, или, допустим, вы писали, писали диссертацию, остановились, и ваша задача сейчас не писать текст, если вы давно не пишете диссертацию, а ваша задача и сегодняшняя тактическая цель будет другая, вспомнить то, что вы написали, не надо себе ставить сразу задачу, сегодня закончится вебинар, я сяду писать текст, вы не сможете этого сделать, вам нужно сначала вспомнить, что было, и следующее прописать себе, с какого же момента я готов, может быть, вспомнить литературу нужно будет, то есть вот об этом, достижимость и актуальность, это вот об этом, ну и, естественно, в этой ситуации, когда мы говорим о длительной цели, о долгосрочной цели, безусловно, нужно ставить дедлайны, вы сами себе, вы не ждете научного руководителя, научный руководитель помогает вам на пути, он не отвечает за ваш путь до конца, это как бы наша ответственность дойти до защиты, поэтому не ставят вам время какое, когда показать текст, работу или еще что-то, научный руководитель, ставьте эти задачи себе самостоятельно, ограничивайте себя по времени. Опять же, если вы такой человек, которого ограничения по времени вводят в стрессовое состояние, значит, вам нужно действовать по-другому, значит, вы планируете количество страниц в единицу времени, но не планируете себе вот этот вот окончательный срок, для того, чтобы не повышать уровень стресса. Следующее, расписали цель, кто пишет цели себе сейчас параллельно со мной, поставьте плюсики или огонечек дайте, чтобы я понимала, что вы со мной работаете, что вы не просто слушаете, а сразу же делаете, вот кто делает сразу, вот тот и будет победителем. Вот посмотрите, один плюсик и четыре огонька, да, или три огонька, на сколько я не вижу, пять, шесть, вот отлично, то есть мы даже сейчас на вебинаре с вами можем понять, сколько человек присутствует и сколько человек сразу делает. Вот вам и ответ, вы будете в том проценте, который защитятся или в том проценте, которые могут остаться в ситуации ожидания. Поэтому умнички, кто сразу делает, следующий шаг, составляем план действий. Обращаю ваше внимание, что мы сейчас говорим не про стратегию, стратегию мы поговорим чуть позже. Сейчас мы говорим про тактику, вот эту цель, которую вы обозначили для себя, короткую цель, может быть на месяц, может на неделю, какую-то короткую цель, которая вернет вас к вашей деятельности. Определяем конкретные небольшие шаги. Если, например, я запланировала себе написать публикацию, какие у меня будут шаги? Найти журнал, оценить этот журнал, да, опять же, кто не знает, смотрим вебинар, мы проводили, у нас был вебинар по поводу подготовки публикации. Набираем литературу, изучаем ее, работаем с текстом, пишем, оформляем, отправляем, там куча шагов. Вот и пропишите себе все шаги, коротенько не надо долго писать, но чтобы вы их видели, чтобы у вас не было ощущения, что написать статью это один шаг, это не один шаг, это несколько небольших шагов, которые нужно все сделать. Кроме того, мне всегда нравится мысль о том, что не обязательно идти конкретным, одним, единственным путем, что есть какие-то другие способы. Вот кто-то так пишет статьи, кто-то по-другому, кто-то сначала диссертацию пишет, потом статьи, кто-то сначала статьи, потом диссертацию. Это нормально, это естественно. Поэтому, что бы вы ни планировали, тактически или стратегически, всегда подумайте о запасных путях. Вот я как экономист всегда говорю, если человек имеет доходы, это прекрасно, но вы же озадачиваетесь вопросами сбережений, чтобы у вас на всякий случай был запас какой-то. В этом смысле у нас тоже должно быть понимание, что если у меня что-то пошло не так, какими путями я могу еще пойти, что я могу научиться делать иначе, или что мне делать сейчас не стоит, а я сделаю потом. Опять же, в тех же публикациях есть стратегия у одних людей, они сначала пишут статью, потом ищут журнал, куда ее пристроить, а другие сначала ищут, куда это будет статья размещена, потом ее готовят. Говорю всегда о том, что разная эффективность у этих путей, но это не значит, что я 100% права, возможно, для вас это другой путь, поэтому, пожалуйста, здесь его тоже, вот эти вот возможности альтернативные, тоже здесь учитывая. Ну и безусловно, куда без этого, вот без настроя ничего не получится. Вот я не знаю, даже если у вас есть дети, вот ребенок в школу должен пойти утром, ну ведь он прям настраивается, вот утром одевается или в садик, допустим, вот он прям идет, как на бой. Ну вот точно так же нам надо настроиться, для того, чтобы выйти из этого положения остановки, нам нужно начать двигаться. Хотим мы, не хотим, если мы решили, что это наш путь, начинаем, не ждем, когда у нас возникнет желание, вдохновение или еще что-то, начинаем маленькими шажками идти. Я вам открою страшную тайну, вы прямо сейчас эти шажки делаете. То, что вы пришли на этот вебинар, то, что вы сейчас пишите в чате, нажимаете на огонечек, это уже шажки, и поэтому я не могу вас не поздравить, у вас уже есть движение. Но при этом второй момент очень важный. Кому-то сейчас может показаться, что как здорово, я сейчас вебинар посмотрел, мне стало все понятно, и я сейчас быстренько все это сделаю. Хочу сразу вас предупредить о том, что мы действуем, у нас цель долгая, мы действовать будем долго, и мы с вами не спринтеры, мы с вами стайры, у нас длинный путь, поэтому нам нельзя себя загонять, у нас другая дистанция с вами, и мы должны настрой иметь на длительную дистанцию. Именно поэтому я говорю, что помимо настроя какого-то эмоционального, у вас обязательно должен быть настрой физический, так же, как мы сейчас говорим с вами, спланируйте вот эти работы, прям рядом с этими же планами в вашем ежедневнике должны быть планы на отдых, когда вы отдыхаете. Это обязательно, потому что изматывающая вот эта нагрузка, более того, в каком-то смысле научная деятельность кому-то кажется однотипной, монотонной, похожей, все время текст, все время литература, все время писать что-то или читать, то есть вот очень маленькое изменение, если особенно, конечно, если у вас исследование связано с тем, что вы работаете на оборудовании, оно длительное, тут у вас больше, а если вы работаете только с текстом, и исследование у вас тоже, там, обработка каких-то текстовых материалов, то понятно, что здесь монотонность и вот эта какая-то утомленность возникает, поэтому думаем о том, что путь будет долгий, бережем себя и совсем по-другому планируем время с учетом отдыха. Ну и, естественно, здесь, как всегда, опять же, представьте, вы отправляетесь в отпуск, но мы же с вами пытаемся понять, куда мы поехали, какие там места интересные, где я могу побывать, то есть мы какую-то логистику выстраиваем, сначала вот в это место съезжу, потом в другое место, так удобнее, так эффективнее, так я меньше потрачу денег, так я больше за короткое время увижу. Вот здесь абсолютно то же самое. Мне тоже нравится, когда вообще ассоциативный ряд какой-то, он очень помогает. Вот в некотором смысле диссертация это такое путешествие, это вы путешествуете относительно этой темы, то есть вы углубляетесь, улучшаете ее и так далее, но я всегда говорю, что подготовка к диссертации это тренинг по саморазвитию, вы еще и себя узнаете лучше. Поэтому для того, чтобы этот путь вам показался более простым, комфортным, удобным, без страхов каких-то, независимо от ваших причин, конечно, нужно четко понимать, что я когда делаю, не вот в сию секунду, сейчас мы говорим про тактику, сейчас будем говорить о стратегии, а как стратегически выстроить этот путь, каков он, где меня могут какие-то моменты ждать, в чем здесь могут быть сложности. Поэтому чем конкретнее вы понимаете этот путь, тем лучше. Поэтому, что называется, не могу не пригласить вас на курс, если вы затрудняетесь, вот сейчас вы послушали и поняли, что да, в принципе, мои страхи или мои причины преодолимы. Мне бы вот нужно, мне бы важно почувствовать, что я не один, мне бы важно сейчас понять, а как конкретно, да, то, о чем я говорила, не что мне делать, а как мне делать. Пожалуйста, я с радостью приглашаю вас на курс, замотивирую вас на курсе за время наших встреч настолько, что не остановитесь. Поэтому курс обновленный с учетом всех вот этих изменений, которые происходят. Безусловно, все материалы нормативные вы получите всеми лайфхаками, какие знаю, с вами поделюсь. Буквально два слова о темах, если вы не были в прошлый раз, чтобы вы просто осведомились. Поймете, узнаете, что такое диссертация, какие требования, особенности сейчас возникают. Естественно, не обо всем мы могли за час поговорить на нашем прошлом вебинаре. Посмотрим как раз тот самый путь, выясним, что за дорожная карта у аспиранта и чем она отличается от пути докторанта. Безусловно, поговорим о планировании. Опять же, в рамках одной часовой встречи рассказать все-все-все невозможно. На курсе у нас больше времени, и мы будем четко говорить о том, как планировать. И вы прям на курсе все спланируете, причем и тактически, и стратегически. Поговорим о чем начинается диссертация, с чего начинается диссертация. Мы в следующий раз с вами начнем этот разговор, и для тех, для кого он будет актуален, мы его продолжим на курсе. безусловно, любая научная работа, какое бы у вас исследование ни было, вам не обойтись без литературы, поэтому мы будем говорить об этом. Ну, и еще пять тем, это публикации и выступления, как раз-таки, как те навыки, без которых вообще невозможно себе представить защиту, как работать с текстом диссертации, когда вы уже пишете, прям приемы, технологии, методики, все-все-все расскажу, поговорим об автореферате и, конечно же, о защите, причем я поняла, что защита это вообще для многих такая прям тайная тайна, несмотря на то, что вы там бывали, видели и так далее, но внутренняя сторона защиты для многих непонятна, я постараюсь сделать на курсе так, чтобы вам было понятно абсолютно все. Ну, и давайте двигаться дальше, как учесть наши особенности, вот я постоянно говорю, что мы все разные, нет единого какого-то подхода и так далее. Давайте прямо в сжатом варианте, но все, что нужно понять про себя. Первое, мы все с вами совершенно в разное время работоспособны, и либо делайте скрин вот этого слайда для того, чтобы потом вернуться, либо прямо сейчас себе вот эти пометки делайте и про себя пишите, опять же, раз уж мы собрались, потратьте это время эффективно. Подумайте о себе, когда у меня самое работоспособное время, когда я могу выделить это время для диссертации. Например, вы чувствуете, что вы хорошо работаете днем, а все рабочие дни у вас заняты днем, значит, выделите время выходной день, но именно в то время, когда вы на пике. Кто-то, например, может работать ночью, кто-то рано утром, вот эти самые плодотворные часы, пусть их будет немного, выбирайте именно для работы над диссертацией, для того, чтобы выйти сейчас вот из этого состояния застоя. Второе, мотивация, что вообще вас в жизни мотивирует? Мотивация бывает настолько разная, да, кого-то мотивирует какие-то подарки, кого-то мотивирует понимание того, какие откроются возможности, карьерные возможности, финансовые возможности, что угодно. Кому-то нужна внутренняя мотивация, ему не важно, что ему со стороны говорят, для кого-то очень важна мотивация внешняя, вот изучите себя, подумайте вот для себя, что, и прям в скобочках, вот если вы пишете, прям в скобочках сейчас себе пишите, чтобы вы понимали, на что вам обратить внимание, как вам себе помочь. Следующий очень важный момент, это скорость работы. Мы с вами в этом смысле очень разные, есть люди очень шустрые, которые за короткий промежуток времени делают безумный объем работы. Вот у меня есть женщина, которую я консультирую, я ей просто восхищена, я не могу вообще представить, что человек может быть такой работоспособный, за неделю выполнять такой объем просто невероятный. Но есть люди, которые более медленные, и это не значит, что это плохо, не надо себя сейчас взять и заругать, сказать, ну вот да, она такая быстрая, вот мы такие медленные. Ни в коем случае. Каждый из нас уникален, поэтому если вы работаете медленно, вы просто это должны учитывать во время планирования своих работ, вы просто должны эту особенность знать про себя. влияние дедлайнов, уже начала об этом говорить, для кого-то дедлайн это пугающая штука, когда вы знаете, что вам к такому-то времени у вас возникает ступор, значит, не нужно вам дедлайн ставить. Наоборот, для кого-то кто-то понимает, что дедлайн очень важен, и, например, опять же, ну, ко мне приходят люди консультироваться, там, три месяца консультации идут, да, и человек говорит, а можно бы встречаться не один раз в неделю, а два раза в неделю, потому что неделя для меня слишком долгий срок, я знаю, что мне только через неделю надо сделать, и целую неделю ничего не делаю, потом делаю в последний момент. Вот если у вас так, так значит, вы чаще себе ставьте вот эти дедлайны, пусть у вас будет, берите маленький шаг, но с конкретным дедлайном, чем вы большой шаг берете, с дальним дедлайном, ничего не успеваете делать. Следующий важный момент про себя вспоминайте, как у вас с этим устроено, готовы ли вы коммуницировать. Вот смотрите, мы сейчас с вами пришли, кто-то даже в чате пишет, например, а кто-то не пишет. Может быть, не готов, может быть, не может, может быть, не нравится. Точно так же и в нашей жизни. Кто-то без проблем может спросить, уточнить, как сделать, проконсультироваться и так далее, а кто-то стесняется. Вот если вы стесняетесь, значит, вам нужно найти какое-то сообщество, где можно смело задавать вопросы. Вот опять же, если вы, например, пойдете на курс, первое, что на нашей первой встрече, я скажу, что мне можно задавать любые вопросы. Вот когда мы говорим, ой, ну такой вопрос, он, наверное, какой-то детский, он несерьезный, даже неудобно его задать. Вот ровно такие вопросы нужно задавать, потому что они вас потом очень сильно продвигают. Но если вы человек скромный и вам некому такой вопрос задать, понятно, что вам сложно. поэтому почувствуйте, нужна вам вот эта компания, в которой безопасно, или вы можете самостоятельно двигаться. Погруженность в тему диссертации. Некоторые люди очень быстро выпадают из темы. То есть вот у некоторых такая, знаете, как есть активная память, да, оперативная и общая, как в компьютере, вот точно так же у нас в голове. Есть люди, которые обладают шикарной памятью, они могут месяц не работать на диссертацию, а потом вернутся и прям как будто вчера только закончил. А некоторые очень быстро выпадают из темы. Опять же, вспоминайте, какой вы. Если вы выпадаете из темы быстро, значит для вас ключевой фактор успеха поддерживать ритм и режим. Планируйте работы таким образом, чтобы, пусть лучше вы работаете по часику, но, например, там три раза в неделю или там каждый день, в зависимости от того, сколько у вас свободного времени, чем вы выделяете один раз в неделю пять часов. То есть, смотрите, опять кто-то способен за час погрузиться и сделать какую-то работу, а кому-то это мало, кому-то надо лучше три часа. Вот это вот об этом. И кроме того, конечно, развитость навыков для научной деятельности. Насколько хорошо вы пишете текст, насколько легко вы обрабатываете литературу, насколько вам хорошо дается структурировать текст, насколько вам просто искать какие-то изюминки в своей работе, насколько вам хотелось бы и вообще умеете вы выступить ярко, вот именно не просто выступать, мы многие умеем выступать, мы умеем говорить много и так далее, да, но это не ярко, а на защите нужно ярко выступать, чтобы у вас, вы понимаете, было ощущение вдохновения, и это тоже нарабатываемый навык. Если вы это, вот какие-то навыки у вас слабо развиты, в скобочках, прямо сейчас сразу пишите, вот это, вот это, вот это, вот это. То есть у нас сейчас с вами вот такой постепенно и мониторинг, и мы сразу же с вами определяем, а что с этим делать. Соответственно, когда вы себе вот этот мониторинг провели сейчас со мной или после вебинара проведете, вы себя лучше узнали, вот вам уже начало тренинга по саморазвитию, вы узнали у себя, вы раньше об этом просто не задумывались, а сейчас вы на себя более внимательно посмотрели, выявили, что вам мешает двигаться, и прямо сразу вы можете начать действовать. Как мы действуем? Очень просто. Если мы решили там следить за своим здоровьем, мы начинаем гулять, кушать по полезным, питаться и так далее, там заниматься спортом, здесь то же самое. Мы начинаем делать шаги потихонечку, безопасно, с принятием себя, постепенно, но регулярно, ровно как в спорте. Вот ничего здесь никакого, никаких тайн абсолютно нет. Делаем постепенно, делаем регулярно. Теперь стратегия. Я, друзья, как обычно немножечко задерживаюсь, вы меня простите, я думаю, что минут 5, 7, 10 максимум, и я закончу. Что касается системы и стратегии, очень-очень важно четко понимать путь от начала до конца. Я очень часто встречаюсь, вот недавно проводила в школе аспирантов в Кыргызстане, в АК Кыргызстану проводил для своих аспирантов такое мероприятие, я была приглашенным спикером и проводила для них свою лекцию. И очень часто возникает ситуация, при которой люди думают, что написать диссертацию, это вот написать диссертацию. И все. А дальше путь не... Ну, как бы он типа есть этот путь, всем вроде бы понятно, что потом мне еще надо будет вот это, вот это, вот это. Но ничего там дальше в этом пути вам неизвестно. Поэтому как вы можете выстроить стратегию, если вы полностью весь путь не видите? Поэтому обязательно что мы с вами делаем. Во-первых, мы начинаем с главного. Главное – это стратегическая цель. То есть вы себе должны задать вопрос, что мне нужно получить? Вам нужно... Это не в смысле, что мне... Сейчас мы все это пройдем с вами. Не в смысле мне нужно получить ученую степень. Это, ну, как бы слишком просто звучит. На самом деле цель более конкретная, да? Так вот, для получения этой цели, естественно, мы идем каким-то путем, мы проходим определенные процессы. То есть это как раз то, по поводу чего ведет вас научный руководитель. Он вам говорит, что делать. Он вам говорит, нет, сейчас пока не пиши диссертацию, сейчас пиши публикацию. Нет, сейчас ни в коем случае не пиши публикацию, давай мы сейчас начнем исследование, потому что у нас исследование долгое, иначе мы просто не успеем. Да, то есть он вам руководит, направляет вас в каком-то смысле, какой процесс для вас сейчас приоритетный. И если вы сами этот процесс не понимаете, почему он сейчас вам рекомендует его делать, то это невыигрышная ситуация, потому что вы не сможете этот процесс сделать как бы в плюс для вашей диссертации. Вы его просто сделаете для галочки, не выжмите из него все плюсы. А вот для того, чтобы выжать плюсы все из этого процесса, из того или из другого, нужно этот процесс понимать, как он делается. И, соответственно, что внутри этого процесса может быть вам полезно еще где-то. То есть, как бы, да, убить двух зайцев. Я делаю и это, и это сразу же, а не просто, вот мне сказали, напиши публикацию, я пишу публикацию. Я пишу и публикацию, и материал для диссертации готовлю, и ищу то-то, и табличку заполняю. То есть, все одновременно делаю. Тогда, конечно, у вас будет повышение эффективности, и вот то самое удовольствие, о котором я все время говорю, диссертацию надо писать с удовольствием. Это же как рождение ребенка, это ваше творение какое-то возникает. Поэтому нельзя здесь вот через силу действовать. Что я имею в виду, когда я говорю про стратегическую цель на предыдущем слайде, определяем, что нам нужно сделать. Получить, я сказала, ученую степень, это не цель. Цель у нас должна быть оцифрована. Вы прямо сейчас можете вместе со мной за эти 5-7 минут оцифровать хотя бы свою цель. Во-первых, у вас должна быть диссертация на выходе. Диссертация должна быть определенного объема, с определенным количеством пунктов новизны, с определенной теоретической и практической значимостью. Сколько ее должно быть, зависит от того, кандидатскую или докторскую вы пишете, от того, по какой специальности вы пишете, от того, в каком диссертационном совете вы пишете. Для каких-то диссоветов 3 пункта новизны за глаза в кандидатской, для каких-то 8 надо или 10, для кандидатской. Зависит от совета, зависит от специальности. Говорим об этом тоже на курсе. Публикации. Сколько вам надо публикаций? Каких конкретно? В зависимости от того, где вы защищаетесь. Защищаетесь в совете, который подотчетен вам, одни требования. Защищаетесь в самостоятельном совете. Другие требования. Когда вам эти публикации нужны? К какому времени? Где они у вас должны быть? Или куда вообще с этими публикациями? Что именно вам нужно с этими публикациями делать? Где они должны быть опубликованы? Вот сроки тоже очень важно понимать. До какого момента у меня есть возможность публиковаться? Не до защиты? Нет. Существенно раньше вам нужно закончить эту работу. Автореферат. То же самое. Он у вас должен быть готовый. Раз это самостоятельный. Это вообще документ, да? То, соответственно, как его написать так, чтобы он как самостоятельный смотрелся. Не как приложение к вашей диссертации, а как реклама вашей диссертации, как рекламный буклет. Но, естественно, какие мне нужно будет готовить документы, в какие сроки, то есть когда это нужно будет делать и так далее. Опять же, если вы это знаете, вы находитесь в тандеме с научным руководителем, или у вас есть человек, типа как я консультирую людей, у них есть научные руководители, я консультирую вообще по техническим вопросам пути. Им научный руководитель говорит, вот теперь надо сделать то-то. А у них это уже сделано, мы уже это сделали, потому что они знают, как этот путь нужно проходить. Поэтому, естественно, здесь вот эта оцифровка в количестве, она уже у вас должна быть, прежде чем вы будете делать стратегический план. Второе, до того, как вы начнете делать стратегический план, вы должны определить, а где вы сейчас-то находитесь. Ведь кто-то из вас не в начале пути, кто-то, да, может быть, только что начал свой путь, поступил в аспирантуру, и вот только сейчас присматривается, как, куда и что делать. А ведь кто-то, может быть, уже несколько лет пишет диссертацию, отложил ее и сейчас на паузе находится. Так вот, обернитесь, посмотрите на пройденный путь, посмотрите, сколько вы уже сделали. И опять же, оцифруйте это. То есть выделите, прям запишите. У меня уже есть столько-то публикаций, у меня уже есть столько-то страниц диссертаций, у меня уже есть столько-то выступлений, я попробовал это сделать. Я начал исследование, у меня вот такая-то часть исследования. Максимально из памяти и из своих материалов вытащите всю максимальную информацию. Это выгодно для вас. Знаете почему? Потому что чем больше вы уже сделали, тем жальче вам будет того труда, который на это потрачен. И тем больше у вас будет вдохновения на то, что все-таки этот путь надо пройти, дойти его до конца. Следующий момент. Вот когда вы это сделали, начинайте изучать принципы планирования этого пути точно такое, как и тактическое. У вас оцифрованная цель есть, ставим себе дедлайн, и до этого дедлайна разбиваем эту вашу стратегическую цель на маленькие шажочки. Что касается, когда вы разбили на маленькие шажочки, на каждом шаге вы делаете какой-то процесс. Что нужно учитывать, когда вы вникаете в эти процессы? Во-первых, что ваша деятельность разноплановая. И если вы научитесь эти виды деятельности совмещать, то есть делать так, чтобы, как бы делая одно, работать сразу на результаты здесь и там, и учитывать, опять же, например, при подготовке публикации, что у вас будет диссертация, либо при подготовке, когда вы работаете с текстом диссертации, сразу помнить, что у меня еще будет автореферат, как я могу сразу, при работе с текстом диссертации, думать еще и про автореферат. То есть у вас вообще другое мышление появится, как только вы начнете погружаться внутрь этих процессов. В связи с этим у вас появится понимание приоритетности действий. Я бесконечное количество раз и не устану об этом постоянно говорить, что приоритетность действий – это ключ к вашей победе на этом пути. Если вы, например, затягиваете с публикациями, смотрите, часто очень слышу такую рекомендацию, что нет, давай сначала напишем диссертацию, потом из нее надергаешь и сделаешь, значит, публикации. Потом они опубликуются, и вот мы будем защищаться. Друзья, ни в коем случае так не делайте. Вот ни в коем. Не потому, что там антиплагиат или еще что-то. Я сейчас даже не об этом. Потому что публикация зависит не от вас. Да, вы ее написали. Ее опубликовать еще надо. В зависимости от того, какой это журнал, на это может потребоваться полгода, может быть, год даже. И если вы сначала напишите диссертацию, потом будете публиковаться, значит, вы нарушили приоритетность этих действий. Вы будете сидеть и ждать, пока эти публикации опубликуются. Эффективно? Нет, неэффективно. Сроки и ограничения. Мы не только процесс изучаем. Мы должны с вами четко понимать, где у меня рамки, за которые я не могу выйти. Где у меня будет нарушение. Нарушение с точки зрения антиплагиата, нарушение с точки зрения требований ВАГ, нарушение с точки зрения сроков, например. То есть вот сроки надо вообще четко понимать, чтобы у вас процессы эти выстраивались с учетом этих сроков. Опять же, когда мы планируем с вами, мы вот эти моменты должны учитывать. Как планируем? Для того, чтобы вы начали стратегически и тактически планировать, и чтобы у вас ценность планирования повысилась, вот те 12% защитившихся, это те, кто планировали. Это те, кто изучали эти процессы, и они это делали. Так вот, мы очень часто во время подготовки к диссертации думаем о результате. Мне нужна защита, мне нужно написать диссертацию. Прошу прощения. Это очень большая такая стрессовая нагрузка. Нужно переключиться на процесс. То есть нужно задать себе вопрос. Вот у вас есть стратегическая цель. Вот вы определили точку, в которой вы сейчас находитесь. Вы разделили на этапы свой путь. На каждом этапе есть определенные процессы. Вы себе отвечаете на вопрос. Что я делаю на этом этапе? Да? Что? В каком объеме? Например, это не значит, что я сейчас начну писать публикации, и пока я все публикации не напишу, я к диссертации не приступаю. Или там исследования не делаю. Нет. То есть что я делаю? В каком объеме? В каком сроку? Про каждый этап мы должны это рассчитать для себя. Столько-то страниц в каком-то сроку, потом столько, такой-то объем. Теперь я литературу буду читать в таком-то количестве, в таком-то сроку. Теперь я буду готовиться к выступлению. То есть понятно, да? Вот эта поэтапность, она для вас должна быть прозрачна. Эта поэтапность. Тогда все будет хорошо. Ну и завершение, да? Что касается оптимизации. Я все время за эффективность. Когда со мной люди первый раз встречаются, они говорят, ну так это же вот если я там начну что-то вот упрощать, оптимизировать, это снизит качество. Я за то, что нужно оптимизировать без снижения качества. Если мне кто-то скажет, что так не бывает, я приведу вам массу примеров и докажу, что так бывает. Естественно, я никогда не призываю написать простую или плохую работу. Нет, работу нужно написать качественную, иначе сейчас защита просто не состоится. Требования очень высокие, поэтому. Что я имею в виду, когда я говорю под оптимизацией? Во-первых, оптимизируем мы только те процессы, которые вы четко знаете, которые вы сами знаете, как сделать. Вот вы сами знаете, как написать статью, или как подбирать там источники и так далее, как их обрабатывать. И вот некоторые виды деятельности вы можете делегировать для того, чтобы сэкономить время и потратить его на другое. Например, вы знаете, чтобы подобрать литературу, нужно огромное количество времени. Вы это делать умеете. Вы можете дать техническое задание для того, чтобы это сделали. Кто-то использует студентов, говорит, «Я задачу студентов, я не рекомендую это делать». Сходите в свою библиотеку в университете или в научной организации, узнайте, нет ли у вас такой услуги. У большого количества вузов есть такая услуга. Когда вы в библиотеку обращаетесь, и вам по вашим ключевым словам делают подбор литературы. Этот подбор делается в электронном виде. Я сама пользовалась такой услугой. Я направляла ключевые слова и получала подборку 30-50 источников на эти ключевые слова. Это абсолютно бесплатно. Вы просто поинтересуйтесь, есть ли это. Вы можете делегировать это людям, которые сделают это не хуже вас. Ваша задача – дать правильные ключевые слова. Второй способ оптимизации, прекрасный способ, который используют те люди, которые, например, ко мне приходят или консультируются со своими научными руководителями смело. Вот вы не знаете, что или как делать. Спрашивайте, не стесняйтесь. Приходите к научному руководителю. Не съест он вас. Задавайте вопросы. Он, может быть, вам не отвечает, не рассказывает, как это делать. Не потому, что он не знает или ему времени жаль. Он, может быть, думает, что вы знаете, что вы умеете. Потому что научные руководители давно этим занимаются. И нам кажется, что это же очевидно, как Божий день. Поэтому задавайте вопросы. Ищите людей, которые прошли этот путь. Ищите людей, которых вам не страшно спрашивать, у которых комфортно, с которыми комфортно. Задавайте вопросы, вы гораздо быстрее будете продвигаться. Ну и, конечно, упрощение процесса без этого никуда. Если вы что-то можете автоматизировать, умеете что-то автоматизировать, автоматизируйте. Если вы можете где-то не делать двойную работу, не делайте ее. Но, предположим, есть люди, которые сначала обрабатывают литературу для статьи, а потом подбирают заново литературу, обрабатывают для диссертации. Вы сейчас скажете, так не бывает. Да бывает. Миллион примеров могу привести. Поэтому, где вы видите у себя какие-то повторяющиеся действия, не делайте их, избегайте этого для того, чтобы ваш путь был проще. Вы деляя время за счет одного, вы даете время как раз на это качество. Потому что очень часто время уходит на какую-то техническую работу, которая не влияет потом на ваш результат. Поэтому вы лучше занимаетесь научным своим исследованием, а вот эти виды деятельности поручите или упростите у себя. Ну и, конечно, совершенно завершая нашу встречу, я не могу ни об этом не сказать, потому что это важнейшая штука для того, чтобы себя поддерживать на этом пути, научитесь себя хвалить. Я очень рада, что люди, которые начинают со мной общаться, кто-то немного, кто-то очень долго со мной идет до защиты, да, они научаются себя хвалить. Я вас научу себя хвалить. Это обязательно. Почему? Потому что если вы себя, если уж вы себя не поддерживаете, так что же вы ждете от других людей, почему они-то вас должны поддержать. Поэтому за каждый маленький шажочек, вот вы сегодня побыли на вебинаре, вы сегодня, сейчас вместе со мной отвечали в чате, записали себе что-то и так далее. Хвалим себя. Молодец. Я выделил час времени, этот час чуть больше, да. Я провел максимально эффективно. Я теперь увидел те точки, на которые мне нужно сконцентрировать внимание для того, чтобы достичь своей цели. Сейчас закончится вебинар. Наталья Модестовна уйдет из эфира. И я прямо сегодня сделаю вот этот шаг. Вот если вы вот так себя будете хвалить постоянно, то у вас будет желание это делать. И это не просто слова, поверьте мне, это точно работает. Ну и, конечно, когда я говорю о том, что найдите себе сообщество, в котором безопасно, в котором можно задавать вопросы, которое вас научит идти по этому пути, я, конечно, имею в виду в том числе и наше сообщество, Директ Академию, меня, всех присутствующих, когда мы с вами встречаемся здесь и очень продвигаемся с точки зрения понимания пути. Поэтому я с огромным удовольствием приглашаю вас на наш следующий вебинар, на свой следующий вебинар, который состоится 27 октября в 12 часов московского. И несмотря на то, что тема звучит про то, что с чего начинается диссертация, эта тема будет очень полезна в том числе и тем, кто диссертацию пишет. Почему? Потому что какие-то нюансы, которые вот вы пропустили, вы этот путь прошли, но вы их не знали и вы их пропустили. И это может где-то потом аукнуться, да, может снизиться вот это качество вашей работы. Поэтому приходите, вы посмотрите, обернетесь назад, еще раз похвалите себя за то, что вы прошли этот путь. И если там есть какие-то недоработки, вы на них посмотрите новыми глазами и обязательно доработаете. Друзья, я вас благодарю за то, что вы были со мной сегодня. Я вижу, что вы мне пишете ваши благодарности. Я вас очень благодарю за то, что вы даете обратную связь. Для меня это очень ценно, потому что мне тоже важно понимать, что вы пришли и не зря потратили время. И что-то кто-то уже сделал прямо вместе со мной. Поэтому вебинар, безусловно, для тех, кто хочет глубины, что называется, и деталей, ну, безусловно, приглашаю на курс. Вместе двигаться всегда проще. За то время общения, которое у нас сейчас больше, курс стал 10 тем, а не 8. За это время можно очень большие продвижки сделать. Можете, кстати, прочитать отзывы на сайте. И там вот есть одна участница, я не помню, кстати, написала она в отзыве это или нет, которая за время курса, когда он был 8 недель, мы встречались тогда раз в неделю, сейчас мы встречаемся два раза в неделю, она написала, ну, у человека уже был материал, все такое прочее, она написала 100 с лишним страниц диссертации, просто за время курса. Поэтому уже человек защитился, кстати. У нас очень много людей, которые прошли этот курс и защитились. Поэтому, конечно, я с удовольствием вас приглашаю, буду рада увидеть вас, услышать ваши вопросы и пообщаться уже более глубоко. Ну и, конечно, как всегда, если у вас остаются вопросы, и вы вдруг, зная, что вы скромные, не дали ответ в чате, у вас остались какие-то вопросы, смело пишите мне их на электронную почту, я на ваши вопросы отвечаю, поэтому меня стесняться не нужно. Мы не задаем те вопросы, которые у вас есть. Ну что, друзья, я еще раз вас благодарю, огромное спасибо за ваши комментарии и отзывы. Если у вас есть вопросы, пишите, потому что вы меня сегодня хвалить начали до ваших вопросов, а вдруг они у вас есть, да, давайте с ними поразбираемся. Если их нет, то вам всего доброго, увидимся и всего хорошего. Спасибо.